Национальное телевидение «Чуваши» и агентство системного интернет-маркетинга «Аплэп» представляют. Интернет-партнер проекта – телеком-оператор «Дом.ру». Всем привет! Это вебинар ТВ, и мы продолжаем изучать основы интернет-маркетинга вместе с агентством «Аплэп». Мы много говорили про рекламу в интернете, написание диджитал-стратегии и расчеты эффективности вашей деятельности. Пришла пора поговорить о контенте. Что, как и о чем писать на ваших страницах и интернет-порталах? Что читает ваша аудитория и чем ее можно заинтересовать? Именно об этом и пойдет речь в нашей сегодняшней программе. Контент – это информационное содержание сайта, то есть любая информация, содержащаяся на сайте. Но есть одна особенность – эта информация обязательно должна быть нужной посетителю. То есть бывают такие случаи, когда владельцы сайта в силу каких-то причин не очень задумываются о пользователях и размещают контент так, как считают нужным, как считают им удобным, по мере важности, которая важна для владельца сайта. На самом деле, в первую очередь, всегда нужно думать о посетителе сайта и расположить на сайте контент так, чтобы посетитель находил его в первую очередь сам, что ему нужно, что ему важно сначала, а какие-то вещи, которые уже не так важны, они уже должны быть в каких-то менее открытых, доступных разделах. Но при этом они тоже должны быть понятны, чтобы до них тоже можно было легко добраться. Потом есть такой момент, почему здесь показываю корзину. То есть всегда привожу такой пример, нам в почтовые ящики подкидывают очень-очень много газет. Они все красивые могут быть, они могут быть цветными, в них могут быть красивые фотографии, яркие заголовки. То есть, ну, с одной стороны, вроде бы все круто, но что мы делаем? Мы берем эти газеты, в лучшем случае мы их занесем домой, но все равно они всегда оказываются в корзине. Иногда мы находим для них другое применение, но по назначению они не используются. Когда мы создаем контент, мы всегда должны подумать не только о том, как он будет выглядеть или о каких-то других параметрах. Мы в первую очередь должны заботиться о том, чтобы контент попал по назначению. То есть, был просмотрен, увиден, и вся информация дошла до своего читателя. Правила составления контента просты, но, к сожалению, немногие им следуют. Часто, чтобы создать какую-то активность на сайте или странице в соцсетях, ее администраторы занимаются так называемым копипастом, то есть копированием. Статей или заметок, которые интересны им, но они могут быть неинтересны их аудиториям. Отсюда и неграмотный маркетинг. Что важнее, контент или маркетинг? Мне этот вопрос напоминает загадку. Что было раньше, курица или яйцо? Правильный ответ так и не найдет, но есть горячие сторонники того или иного варианта. Вы, наверное, слышали такое понятие, как контент-маркетинг, и такое высказывание «контент-король». Не все, но мы в своей среде практически каждый день, наверное, уже видим картинку, например, в соцсетях «контент-король», то есть в контенте видят решение вообще всех проблем и считают, что он способен, вообще как бы он не имеет границ, море по колено, и контенту можно добиться чего угодно. Продвижение продукта с помощью контента называется «контент-маркетинг». Здесь официальное такое самое полное определение, в котором я выделила самые главные слова. Сейчас я каждое объясню. Во-первых, контент нужно создавать, создавать самим, каждой компании. То есть не бывает такого, что контент можно где-то взять на стороне и тем самым продать продукт, который вы делаете. Нужно обязательно создавать контент самим на основе знаний, которые вы имеете. И контент, он сам по себе до аудитории не дойдет. То есть его можно разместить на сайте, его можно разместить в соцсетях, на каких-то других площадках, но никогда он не будет иметь большой аудитории, если ничего не предпринимать для продвижения контента. Многие до сих пор считают, что для продвижения достаточно написать просто свои впечатления о чем-то и выложить, например, в соцсетях. Этот пост посмотрят друзья, возможно, захотят им поделиться, и этого будет достаточно, чтобы сделать вас популярным и читаемым. К сожалению, это не так. Хотите узнать, каким должен быть контент, чтобы привлечь потенциальных клиентов, и как его правильно продвигать? Тогда берите ручку и записывайте. Контент должен быть интересным и полезным аудиториям. От первой до последней буквы, если мы говорим о тексте, и от первого до последнего пикселя, если мы говорим о каком-то визуальном контенте. Вот это все в целом и есть контент-маркетинг. Не просто создание, а целая система, целый процесс, сложный, долгий, но который в будущем приносит клиентов. Каким образом? Тоже поговорим сейчас. Итак, какие задачи решает контент-маркетинг? В первую очередь, он создает образ эксперта. Если на рынке существует несколько компаний с качественным продуктом, первая компания, которая начнет создавать полезный контент для аудитории, она выйдет вперед. Почему? Потому что помимо продукта, она дает пользователям дополнительную ценность, важную информацию, которая поможет им решать их проблемы. Это, наверное, ключевое слово вообще в процессе контент-маркетинга. Контент должен решать проблему. Следующая задача, которую решает контент-маркетинг, это увеличение доверия и лояльности аудитории. Под лояльностью мы понимаем верность. То есть аудитория, которая видит, что компании не все равно, видит, что компания хочет максимально предоставить подробную информацию, как-то помочь, рассказать все, что только можно и нужно знать, аудитория, естественно, начинает доверять этому бренду и очень сложно будет ее убедить, сменить на какой-то другой продукт. Верность как раз тоже в этом же и заключается. То есть постоянно начинает пользоваться и покупать ваш продукт. Следующая задача, которую решает контент-маркетинг, это повышение срока жизни клиента. То есть одно дело продать один раз, а другое продавать раз за разом один продукт, другой продукт. То есть все, что входит в линейку. И именно контент-маркетинг, используя различные жанры, форматы, и каналы распространения контента, он именно помогает аудитории постоянно быть в курсе и предлагает им какие-то другие варианты, мотивирует их покупать. Следующее – это привлечение новой аудитории. Не всегда аудитория знает о продукте. Если о продукте не рассказать, то новая аудитория, естественно, о нем не узнает. Либо это будет очень маленький процент. Следующее – это как раз тоже формирование и поддержание спроса. Чем чаще мы напоминаем, чем больше пользы мы приносим, тем выше спрос. Следующая – такая техническая задача, которую решает контент-маркетинг, благодаря чему SEO-специалисты видят в контент-маркетинге спасение своей вообще работы и всех своих методов продвижения. Контент-маркетинг повышает значимость сайта для поисковых систем. То есть, как это работает? Поисковые системы полностью сейчас сосредоточились на том, чтобы на сайтах была размещена только актуальная и полезная информация. Поисковые системы не признают какие-то технические уловки, которые позволяют выдвинуть сайт на первые строчки. Поисковые системы создают алгоритмы. Поисковые системы банят сайты. Контент-маркетинг, который создает качественный контент, он просто заменяет все вот эти уловки, которыми приходилось пользоваться SEO-специалистом. То есть, по сути, если знать какие-то основные элементы, то, в принципе, прибегать к каким-то методам, таким как закупка ссылок, и тратить на это бюджеты вообще не приходится. Опять же, потому что контент, он работает долго. И последняя и самая важная задача, которую решает контент, это лидогенерация. То есть, по сути, сам контент имеет определенную ценность. В обмен на эту ценность люди готовы делиться своими контактами. Если они готовы делиться с контактами, продавец может выйти через эти контакты на них и пообщаться лично. То есть, процесс от покупки до продажи, он значительно сокращается, так как аудитория уже заинтересована, она лояльна, она доверяет. С задачами контент-маркетинга разобрались. Хотя, на мой взгляд, задача у него одна – приводить вам клиентов теми или иными способами. И чем больше этих способов знает маркетолог, тем успешнее идут дела у компании. Если у вас в штате нет таких специалистов, обратитесь к профессионалам. Они вам и с написанием, и с продвижением контента помогут. Но для того, чтобы правильно ставить задачи, нужно понять, какие виды контента бывают. Какие же типы контента существуют? Вообще, так сложилось, что по назначению, по цели вообще, по своей сути, есть только два типа. Это журналистский контент и маркетинговый контент. Журналистский – это классический контент. Контент изданий, газет, журналов, которые были раньше. Сейчас они все перешли в интернет. Появились интернет-издания, которые не имеют печатной версии. А издания, которые изначально были печатными, переходят в интернет. И при этом их концепция может поменяться до неузнаваемости. Полностью под запросы интернет-аудитории. Здесь я привела такие самые популярные площадки, которые уже развиваются годами, которые уже отошли от первоначальной своей концепции, изменились, выросли и стали намного более качественными. Но здесь я хотела бы остановиться на таком ресурсе, как Эдми. Изначально это была площадка для рекламистов, для креативной аудитории. Но со временем площадка становилась популярной, аудитория расширялась. Так как аудитория становилась все больше, у нее, естественно, были разные запросы. И Эдми тоже расширилась. Теперь Эдми предлагает контент позитивный для людей творческих, для людей креативных профессий, просто для тех людей, которые не хотят потреблять всякие страшные новости о терактах. Поэтому на Эдми таких новостей совершенно не найдешь. То есть Эдми удалось совершить практически непосильную многим изданиям вещь. очень широкую, приобрести очень-очень широкую аудиторию, которая возвращается и практически ежедневно читает материалы. При этом сохранив прежнюю аудиторию, изначально для которой был сайт запущен. Ну и следующий пример журналистского контента – это блоги персональные, корпоративные. То есть если опустить цели, которые есть у блогов, то все-таки все материалы там создаются по принципам именно журналистского контента. Рассказать, раскрыть тему. Не знаю, как вы, а я люблю читать журналистский контент на различных площадках. С уменьшением количества печатных изданий многие журналисты ушли в сеть и теперь пишут хорошие, качественные материалы для интернет-порталов, таких как Виллоч или Эдми. В сети сейчас можно найти все, что угодно, от журналистских расследований до статей о моде, рекомендаций по приготовлению блюд и построению личных отношений. Маркетинговый контент, что к нему относится? Это весь контент в основных разделах сайта, ну и не в основных тоже, но в целом это главные страницы, страницы компании, услуги и сервисные страницы. Под сервисными страницами поднимаются такие, как доставка, оплата, какие-то условия оптового сотрудничества. Следующий контент, который относится к маркетинговому, это посадочные страницы, то есть там от и до первого экрана и до последнего каждая картинка, каждый фрагмент текста служит маркетинговым целям, продажам. Либо какому-то целевому действию, который предполагает в дальнейшем получение контакта. Следующий – это реклама, медийная, контекстная, таргетированная, в общем, все виды рекламы, которые есть в интернете. Это, сейчас пример, это баннеры, то есть там есть картинка, там есть текст, это тоже контент. И он тоже должен соответствовать вообще общей контент-политике компании. Маркетинговый и журналистский контент должны работать вместе, иначе толку от них не будет. Если на сайте есть хорошая статья, но нет формы подписки, то вы не получите контактов и потенциальных клиентов. А если будет просто форма, но не будет интересного содержания, то никто не будет подписываться, потому что нет интереса. Следующий тип контента уже здесь по содержанию. Основные типы. Первый, самый понятный, это, естественно, текстовый. Следующий – это визуальный, но его, с одной стороны, нельзя назвать просто визуальным, поэтому есть просто графический, есть текстово-графический, когда текст и картинка объединяются. Да, правильно, дальше мы еще рассмотрим некоторые виды. Следующий – это медиа-контент, который пришел к нам с радио и телевидения, адаптировался под интернет, под каналы интернета. Следующий – это ядерный, я пока перечислила три формата, в дальнейшем мы подробно рассмотрим. И интерактивный – это такой самый сложный, самый трудозатратный тип контента, но который имеет максимальную отдачу. Итак, текстовый контент. Здесь представлены самые такие популярные ходовые жанры и форматы. Первое – это статьи-переводы. Если компания считает, что она недостаточно экспертна, чтобы писать какие-то свои статьи, то есть, например, когда чего-то нового, инновационного сказать не может, она может обратиться к зарубежным источникам и перевести зарубежные статьи. Здесь есть такой момент. В зарубежных материалах они всегда перенимают какие-то языковые особенности, реалии, какие-то факторы из образа жизни людей, из их истории, которые, например, в России будут не очень понятны. Поэтому, если вы заимствуете контенту, переводите контент, какие-то статьи, то, во-первых, обязательно нужно его адаптировать под наш язык, то есть где-то сократить, где-то полностью поменять формулировки. Какие-то примеры, которые там приведены, нужно заменить примерами из нашей жизни. Какие-то фразеологизмы тоже непонятные, нужно заменить на альтернативные наши. И здесь, как пример, можно привести... В прошлом году переводили статью для нашего блога. Статья была просто гигантская, на 40 тысяч символов. И вроде бы перевод довольно качественный. Все прочитали, все поняли. Вроде бы, как ни у кого замечаний не было. Но все-таки из-за того, что она была очень большая, решили как-то чуть-чуть это редактировать. В итоге, вчитываясь, в абзаце мы поняли, что на самом деле действительно необязательно выражать те мысли, которые были в переводе, таким большим количеством слов. Очень много предложений было переписано, очень много было убрано. В итоге статья сократилась в два раза. При этом она совершенно не потеряла в смысле. и те люди, которые эту статью читали, например, на английском, они нам сказали спасибо за адаптированный перевод уже. Вот. Поэтому, если есть возможность, если есть желание, пожалуйста, делайте. Как бы это неплохо, это, наоборот, очень хорошо. Вот. Просто недостаточно переводить. Я бы взяла этот способ на заметку. Ведь даже если вы являетесь суперспециалистом своей области, то не всегда знаете в ней абсолютно все. Или не можете посмотреть на проблемы со стороны. А переводы помогут сделать контент экспертным и очень интересным. Единственная проблема – найти хорошего переводчика. Но ее вполне реально решить. Следующий популярный формат контента – это руководство. Их называют, очень любят называть там в Америке «how to». Простите произношение. Вот. Но по сути, все, что здесь есть – инструкции, чек-листы. Это просто разновидности различных руководств. Единственное, чек-лист – это такой перечень пунктов, по которому можно приближаться, поставить плюс-минус, да-нет. И, например, если это чек-лист, например, по оптимизации, и у вас есть сайт, вы можете пробежаться по этому чек-листу и понять, например, нужна вам поисковая оптимизация или нет. Привлекать специалистов или можно что-то с самим доделать. Вот. Как бы пользователи очень-очень любят такие материалы. И в контент-маркетинге это очень эффективно. То есть, сразу показываем экспертность, даем конкретные ответы, помогаем людям самим получить какие-то знания и сделать самостоятельные выводы. По-другому, этот тип контента сейчас модно называть лайфхаки или хитрости жизни. Как быстро почистить картошку, как своими руками сделать елочные игрушки или быстро отремонтировать квартиру. Почти каждый вид бизнеса с легкостью найдет для себя тему лайфхаков, которые будут с удовольствием смотреть и распространять читателей вашего сайта, блога или странички. Следующий популярный формат это обзоры. Например, обзоры гаджетов и также обзоры очень популярные в такой отрасли, как электроинструмент. Например, человек до этого вообще никак не сталкивавшийся с кошением газонов, у которого никогда не было газонокосилки, и вдруг ему нужно скосить газон, он в первую очередь думает, так, я ничего этого не знаю, что мне купить, вообще ничего не понимаю. И тут он заходит на сайт с обзором самых популярных либо разных по сложности или цене газонокосилок. И тут же ему помогают разобраться, стоит ли ему потратить больше денег или ему достаточно какого-то бюджетного варианта. то есть под его задачей делать определенные выводы. Либо это другой формат, когда полный обзор одного гаджета, где рассмотрены абсолютно все функции, и тоже человеку сразу понятно, нужен ему этот гаджет или нет. Обзорами лично я пользуюсь постоянно. Ни одного телефона и ноутбука не купила без того, чтобы прочесть обзор или сравнение с другими моделями. Спасибо огромное тем, кто эти обзоры пишет. Кстати, вы тоже можете стать экспертом. Например, разбирайтесь вы хорошо в соковыжималках. Напишите, какая на практике показала себя лучше, какие есть достоинства и недостатки. Будете хорошо писать, рано или поздно станете популярным и цитируемым автором. Кстати, об обзорах. Прямо сейчас я вам покажу один. Касается он нашего интернет-партнера телеком-оператора Домру. Знаете, что такое домру-бизнес? Если нет, то смотрите обзор и увеличивайте эффективность своей компании вместе с ними. Темп современных городов диктует бизнесу быть на связи 24 часа в сутки 7 дней в неделю. В таких условиях надежность – главная характеристика услуг связи с точки зрения бизнеса. От качества услуг связи зависят ключевые бизнес-процессы привлечение и обслуживание клиентов, сопровождение поставок и производство работа с партнерами. И любой, даже самый мелкий сбой может полностью парализовать работу компании. Надежность – наша управляемая сильная сторона. Благодаря центру мониторинга Домру.бизнес добивается высокого уровня качества услуг. Единая система мониторинга позволяет Домру.бизнес контролировать доступность услуги буквально для каждого подключенного корпоративного клиента. Сегодня к системе подключены более 170 тысяч коммутаторов, 4000 маршрутизаторов и серверов, более 500 единиц другого оборудования. А прямое взаимодействие с центральной техподдержкой и техсервисом в 56 городах присутствие – основа оперативного реагирования. Все решения – корпоративный интернет и телефония, видеонаблюдение, Wi-Fi ходспот под нашим контролем. Предположим, у корпоративного клиента возник сбой связи. Он обращается в техподдержку. В режиме разговора за 25 секунд специалист проводит диагностику события. Для этого нужны всего лишь IP-адрес и логин клиента. Определив место события, на его устранение отправляется команда техников. Опрос абонентов показывает, что благодаря данной системе 73% событий отрабатываются в течение одного часа. И это только вершина айсберга. Значимость центра мониторинга заключается в его проактивной работе. Вся собственная сеть Домру Бизнес отображается в системе. Так, по ее сигналам большая часть ситуации решается до того, как она стала проблемой для клиента. Любое отключение электропитания или разрыв оптоволокна сразу отобразится на карте. Все ситуации анализируются по множеству параметров и стекаются в систему операционного центра. Собранные данные служат основой для развития сети, улучшения качества услуг, а корпоративным клиентам позволяет работать в режиме нон-стоп. Так, 88% событий происходят по причине отключения электроэнергии. Зная это, мы застраховали связь каждого клиента, установив блоки бесперебойного питания в наиболее уязвимых участках. Топология сети «Кольцо» позволяет обеспечить бесперебойность работы собственной сети. В случае обрыва пореза оптики сигнал продолжит поступать по резервному каналу, при этом сессия у клиента не разрывается. Если участок сети компаний загружен более чем на 70%, его пропускная способность оперативно расширяется, и клиенты «Домрубизнес» продолжают пользоваться всеми услугами компании гарантированно высокого качества. Согласно стандартам технической службы «Домрубизнес», неполадки у корпоративных клиентов стремятся устранить в течение четырех часов. Фактическое среднее время отсутствия связи у клиентов «Домрубизнес» в 2012 году составляло шесть минут в месяц. Таким образом, оперативное реагирование, проактивная работа, резервирование каналов связи позволяет сохранить показатели отказа устойчивости на уровне 99,9%, тем самым гарантированно предоставлять клиентам доступ к телеком-услугам. Центр мониторинга сетей «Домрубизнес» – это стандарт качества корпоративных телеком-услуг. Разговор о видах контента и как его писать мы продолжим в следующей программе. А пока у вас есть возможность применить полученные знания на практике. Хотите создать успешный бизнес в интернете? Следуйте нашим советам. И смотрите нас каждую среду в 20-30 на Национальном телевидении «Чуваши». А полный архив программ всегда можно посмотреть на нашем сайте ntrk21.ru или на нашем канале в YouTube. А я на этом прощаюсь. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин